После длительной засухи в регион наконец-то пришли дожди. Для любителей грибов наступила жаркая пора. Начался сезон тихой охоты. Грибов много, самых разных видов. Но прежде чем отправиться на поиск грибных мест, специалисты рекомендуют освежить знания о съедобных и ядовитых представителях этого царства и не спешить со сбором. Грибы имеют такое свойство, они как губка впитывают все токсические вещества и накапывают эти токсические вещества. Поэтому не рекомендуют собирать первый слой грибов. Не спешите в лес, дождитесь второй волны грибов. Также не стоит собирать червивые грибы, мятые и переросшие. Присмотритесь, рядом со старыми под листвой и ветками зачастую прячутся их молоденькие и крепкие собратья. Кроме того, не рекомендуют собирать грибы, которые выросли вдоль автомобильных дорог, вдоль железных дорог, которые выросли около промышленных площадок, на территориях каких-то промышленных предприятий, а также там, где есть сельскохозяйственные угодья. Потому что все грибы накапливают, опять же, все вещества, которые их окружают, соли тяжелых металлов, пестициды. Специалисты рекомендуют уходить вглубь леса не менее чем на километр от автомобильных дорог и на 500 метров от проселочных. Это увеличит шансы собрать экологически чистые грибы. Следующий важный этап – это обработка. Обработка в себя включает несколько этапов. Это переборка, сортировка. Грибы сортируют по видам, обрабатывают их по видам, чистят, моют, замачивают, вымачивают. А дальше идет термическая обработка. Конечно, не у всех любителей соленых и жареных грибов есть время на походы в лес, поэтому они их покупают. Специалисты рекомендуют приобретать грибы только у проверенных людей, чтобы быть уверенными, что собрали они их по всем правилам. Елена Грискова, Артемий Глазков, Александр Мальков, Служба новостей, Саров, 24.